Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Из сегодняшнего выпуска вы узнаете о ходе строительства инновационного центра Skyway в городе Шарджа, объектов Республики Беларусь, а также создании подвижного состава струнного транспорта Юницкого. А теперь обо всем этом подробнее. На уходящей неделе на строительстве инновационного центра Skyway в городе Шарджа были выполнены работы по заливке бетоном несущих плит перекрытия на анкерных опорах, совмещенных с пассажирскими станциями, а также уже была снята опалубка. Начата подготовка к самой ответственной части работ, к монтажу элементов предварительно напряженной гибкой рельсострунной путевой структуры провисающего типа. Как мы уже сообщали, сначала будут смонтированы анкерные узлы, способные выдерживать горизонтальную нагрузку в 250 тонн. Такое воздействие на них оказывает предварительное натяжение струн, перепады температуры и ветровое воздействие. Подрядчики закрытого акционерного общества струнной технологии продолжают выполнение значительного объема земляных работ в рамках строительства инновационного центра Skyway, площадка которого должна быть спланирована в соответствии с планировочными решениями технологического парка американского университета в городе Шарджа. Теперь давайте перейдем к состоянию дел в строительстве объектов закрытого акционерного общества струнной технологии в Республике Беларусь. Сначала виртуально посетим экотехнопарк Skyway. Продолжаются работы по модернизации первой линии, напомним, изначально планировавшийся в качестве разгонного участка для высокоскоростного транспортного средства. В настоящий момент производится монтаж элементов дорожки качения с организацией колеи. Продолжается сооружение второй жесткой путевой структуры, то есть ферменного типа, которая необходима для отработки проектных, конструкторских и технологических решений, без которых проекты Skyway в странах с жарким климатом реализовать невозможно. А в данный момент, как хорошо известно нашим постоянным зрителям, наша компания работает сразу над рядом объектов в Объединенных Арабских Эмиратах. На уходящей неделе подошли к завершению работы по бетонированию анкерной опоры и была начата подготовка к монтажу элементов путевой структуры. Началась укладка асфальтного покрытия на центральной дороге, идущей через весь экотехнопарк. Очевидный прогресс достигнут в деле строительства производственных помещений компаний-разработчика технологий Skyway в свободной экономической зоне Минск. В новом корпусе на улице Селицкого, сдача которого в эксплуатацию намечена уже на август текущего года, завершаются отделочные работы и прокладка инженерных коммуникаций. Новая площадка позволит адаптировать производственные процессы под текущие нужды закрытого акционерного общества струнной технологии, что обусловлено необходимостью организации мелкосерийного производства металлоконструкций, подвижного состава Skyway и комплектующих для осуществления инфраструктурных проектов в Объединенных Арабских Эмиратах. Теперь несколько слов о создании подвижного состава Skyway. Начаты пусконаладочные работы на опытном образце высокоскоростного Юнибуса Ю4-362. Продолжается сборка наиболее простого пассажирского модуля из всего подвижного состава Skyway, готовность которого составляет 80%. Проведена ранняя валидация системы управления транспортным средством. Продолжается изготовление составных комплектующих несущей системы Юниконта Ю4-191 для перевозки 20- и 40-футовых морских контейнеров, а для того, чтобы вы могли себе представить весь объем и сложность выполняемой работы, достаточно сообщить, что на прошедшей неделе в производство было направлено около 1200 форматок чертежей оригинальных деталей и узлов, а общий объем цифрового макета Юниконта включает порядка 6000 компонентов. Продолжаются эксплуатационные испытания модернизированных транспортных средств на базе экотехнопарка Skyway в городе Мариногорка. Продолжается стадия эскизного проекта по разработке перспективного пассажирского транспортного средства нового типа. Изготовлен полномасштабный макет пассажирского модуля для натурной отработки оптимальной эргономики размещения пассажиров. Продолжается создание новых типов подвижного состава. На этой неделе была начата предпроектная проработка двух новых транспортных средств. С помощью независимых участников проведена анонимная оценка уровня комфорта и безопасности транспортного средства Юникарты Ю4-431-01. На основе проведенной оценки запланированы функциональные и конструктивные улучшения для реализации их в коммерческом продукте. Ключевой вывод таков. Данное транспортное средство в составе городского транспортного комплекса может быть востребовано следующим сегментом пользователей. Пассажиры бизнес-класса, менеджеры среднего и высшего звена, специалисты и служащие, осуществляющие поездку между высотными объектами, например, между офисным центром и жилыми апартаментами, или между аэропортами и гостиницей, а также будущими жителями линейных городов. Таков наш уже традиционный краткий отчет о прогрессе в развитии технологий SkyWay за прошедшую неделю. Следите за обновлениями официальных сайтов SkyWay. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Поддерживайте наш проект и впоследствии он поддержит вас. Строй SkyWay. Спасай планету. Спасай планету. Спасай планету. Спасай планету. Спасай планету.